Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я решила снять обзор на раскраску Мания Ботаника. Понравилось мне это издание. Изначально я долго думала, нужно мне покупать именно эту раскраску или нет. Но потом я все же решила ее приобрести и не пожалела. Обложка у этой раскраски такая мягкая, но при этом очень добротный картоник. Даже сказала, такой глянец. Формат довольно-таки большой. Она пухленькая и, в общем, по весу значительная. Давайте ее, в принципе, полистаем. Обзоры, конечно, на такую раскраску уже есть. У многих блогеров, но пусть будет и у меня. Издательство Ман, Иванов и Фербер, 2016 год. Первую страничку я раскрашивала, тестировала разные карандаши. В общем, вполне даже приятно раскрашивать. Каждая картинка на отдельной страничке. То есть, сзади мы не рискуем ничего испачкать. Ну, если кто любит раскрашивать, например, фломастерами. Ну, и листы довольно-таки плотные. Здесь вот имеется такая рамка для каждой картинки. А здесь нет свободного пространства. То есть, когда до конца раскрашиваешь картинку, получается нечто, в общем-то, очень интересное. Ну, я буду, в принципе, листать. Постараюсь побыстрее. Потому как, действительно, обзоры уже были. Много картинок раскрашено. Мне нравится здесь детальная прорисовка. Поэтому даже жирный контур, который обычно я не очень люблю, здесь выглядит очень уместно. Интересная тематика. Здесь и цветы, и животные, и рыбы, и птицы. Так что каждый здесь, в принципе, найдет что-то для себя интересное. Это была картинка, самая первая, которую я раскрасила. Очень она мне так понравилась. Здесь даже, в общем, показано, где надо затемнить, например. В каком направлении штриховать. Это также удобно для тех, кто, как я, не умеет рисовать. И, в общем, в раскрасках это полезно. Раскрашила я здесь пока только несколько картинок. Но зато с огромным удовольствием. Ссылку на эту книжку, раскраску, я оставлю под видео. Так что, кого заинтересовало, у кого еще такой раскраски, может быть, нет, проходите, смотрите. Я оставлю ссылку на сервис кэшбэка Letyshop. Потому что, в основном, я совершаю свои покупки в интернете. И этот сервис помогает экономить деньги, возвращая с каждой покупки неплохой кэшбэк. Зарегистрироваться там довольно-таки просто. Достаточно авторизоваться через любую соц.пи. Очень, конечно, классные рисунки. Иногда здесь, правда, непонятно, например, где чей хвост и так далее. Но, в целом, очень увлекательно. Вот эту картинку также я раскрасила. Классно. Как раз тематика будущего года. Здесь я только начала недавно, но еще как-то в утрите не дошли. Но в ближайшее время дораскрашиваю. Вот здесь как раз змеи, непонятно, чей, где хвост. Но, например, если судить по вот этой картинке, которую я потом уже сама вот здесь раскрасила. Ну, тут даже, да, цветы, трава совершенно иногда нестандартных цветов. Ну, например, вот здесь. И, так что, я думаю, можно импровизировать, ничего страшного. То есть, очень такая интересная тематика. Мне понравилась. Я вот такие варианты люблю. Потому что, к сожалению, рисовать я не умею. Но, когда раскрашиваешь, хочется, чтобы это было как-то аккуратно, красиво. Поэтому вот такая детальная прорисовка, она помогает. И вообще, хочу сказать, что раньше я не понимала, почему книги этого издательства такие дорогие. Но теперь понимаю, потому что качество действительно очень-очень классное. Хорошая бумага, хорошая обложка, оформление. То есть, все действительно на уровне. Все книжки, которые я показываю в своих обзорах, я покупаю за свои деньги. То есть, они не предоставлены мне в магазинам или издательствам. В основном, покупаю в магазине Озон. Потому что, ну, мне, во-первых, у меня Озон статус. И мне доставка в некоторые пункты самого вывоза бесплатная. А пункт самого вывоза находится в соседнем подъезде от моей работы. Поэтому мне это удобно. И на доставку домой у меня 25% скидка. Ну, поэтому, в общем, выгоднее покупать именно в магазине Озон для меня. Вот. И не потому, что они мне что-то предоставляют на обзор. Нет, все я покупаю за свои деньги. Тоже очень классное изображение. В общем, покупкой я очень довольна. Буду ее с удовольствием периодически раскрашивать. И это, в общем, одна из моих любимых будет раскрасок в коллекции. Которая, я надеюсь, будет постепенно пополняться. Такой был обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok